доброе утро друзья в этот дождливый денек апрельский 22 апреля михаил добрый день спасибо за ваше видео постоянно его смотрю одно что ли какое-то очень интересно и информативно если даже одно наше видео взять и смотреть все время это тоже зависит зависит какое но можно одно смотреть тоже неплохо не могли бы вы помочь советам у нас вот такая ситуация мы хотим иммигрировать в сша через обучение это кстати не такой плохой вариант жена поступила в бизнес-школу у которой есть кэмпусы в бостоне и сан-франциско то есть видимо mba да она собирается полки кэмпус можно выбрать бостон-сан-франциско можно выбрать хорошо где по вашему мнению лучше найти работу после окончания такой школы в калифорнии или бост а бостоне очень мало информации о русской иммиграции это очень трудный для адаптации город вопросительный знак а сан-франциско самый дорогой город америки вопросительный знак я хотел бы пока у меня будет виза f2 поучиться в вашей школе и потом поменять статус своей визы это возможно вопросительный знак ну ну давайте поговорим так он вроде небольшой вопрос пока пусть камера на меня посмотрит значит что тут сказать можно давайте сначала я два слова скажу об иммиграции через студенческую визу тут есть как бы много нюансов на самом деле и тут есть люди которые говорят вообще замечательный совершенно способ для кого-то может быть да для кого-то это не не универсально хороший способ вот алексей который вчера подарил нам осветительный прибор вот он вот так значит приехал но он уже был программистом он приехал в университет в котором он учится там полдня воскресенье один день в субботу остальное время можно работать поэтому он работает он хорошо зарабатывает он сейчас получил постоянную позицию в компании citrix а до этого он работал там на контракте хорошо заработал в экспеди и он еще не мигрировал но у него уже идет с некий процесс то есть мало того что он имел опыт программистом работы программистом он уже приобретает американский опыт работы программистом он в одной компании в другой компании то есть есть достаточно большая вероятность что ему предложит h1b сделают h1b там где он работает и и так далее у него есть некоторая протяженная во времени такая ситуация то есть вот если он там по компьютерным делам шел у него есть 27 месяцев сейчас вроде даже увеличили не знаю то есть два с лишним года у него есть на то чтобы он может работать потом практиковаться по студенческой визе вот этого о 5 опшена практику тренинг то есть у него есть несколько лет другое дело что мы видим в этом году вот недавно опубликовали результаты сезона как бы h1b да то есть если в прошлом году там была лотерея уже подали много заявок в этом году чуть чуть больше на пару тысяч больше то есть можно сказать что на том же уровне что и в прошлом году там где-то 230 там с лишним тысяч заявлений на 65 тысяч виз для всех и еще 20 тысяч для тех кто получил мастер-дегри в соединенных штатах вот у них как бы своя квота то есть по те из них кто не попал в эти 20 тысяч с мастером местным они переходят в ту категорию и там участвует в лотерею так вот я что хочу сказать лотерея вот одна одна четвертая шанс с другой стороны если мастера получать это как бы ты все таки имеешь дополнительную вот эту нишку с 20 тысячами а потом только уже одну лотерея в общем вот это вот это отдельная история поэтому есть некий ненулевой шанс значит достаточно прилично что еще там интересно ты на студенческой визе может быть сколько сколько угодно долго то есть ты можешь там поучиться поработать дальше пойти поучиться то есть да хоть всю жизнь сиди по студенческой визе и соответственно параллельно с этим вот будут открываться какие-то возможности в эмиграции хотя вот такой прямой дорожки вот допустим вот ты приехал там вот мы когда-то да там мы приехали по по беженской визе вот мы приехали через год мы получили грин-карту то есть если ты ничего не натворил тебе через год выдадут грин-карту если ты опять ничего не натворил тебе через пять лет дают гражданство понимаете это это все таки такой как бы понятный простой и не требующий каких-то магических статистических не зависящих от тебя действий вот вот какая история понимаете не зависящих от тебя события это абсолютно управляемый тобой процесс с этим конечно процесс не является абсолютно управляемым поэтому сказать что это вот там лучший способ или какой-то супер замечательный способ мы не можем но можно чтобы нормальный способ он достаточно разумный теперь итак муж и жена приезжают учиться но надо полагать что какие-то деньги у них есть иначе бы они никак бы не смогли этого ничего делать вдвоем живут значит там она учится он пока ничего не делает ну в смысле нет не работает или работает но там как-то неофициально где-то это значит вопрос чем жена отучилась у нее есть возможность поработать на о пяти научного практика тренинг но у нее не будет двадцать там 7 месяцев у нее будет меньше я боюсь а это чуть ли не год буквально там нет так много значит их шансы на то чтобы вот в этот промежуток времени получить рабочую визу h1b для жены гораздо более иллюзорные потому что это должно произойти либо пока она учится уже либо добавляется еще вот этот год когда она находится на optional practical тренинг то есть у них на самом деле не безумно времени но опять они могут дальше учиться он может пойти учиться она может находиться там на визе f2 как его супруга то есть легко им не будет вот так скажем но но какой-то шанс есть без уха есть бывает вот повезло чеку и все знаете есть такой анекдот мне очень нравится как там спрашивают вот ты говорит люся вот расскажи вид всем расскажи как ты говорит внучка профессионального токаря высокой квалификации родители тебя на заводе на нашем всю жизнь проработали как люся вот как ты стала валютной проституткой агет ну что сказать ребята повезло знаете бывает вот повезло ну вот и в этом деле тоже есть своя везуха еще раз это не полностью управляемый процесс значит что у нас дальше в этом вопросе было что где легче искать работу я не думаю что у вас стоит вопрос где легче у вас стоит вопрос вот где найдется туда и поедем найдется в бостоне поедем в бостон найдется в нью-йорке поедем нью-йорк найдется в майами поедем в майами у вас не не то чтобы вы так вот сильно перебирали в бостон это очень в общем и сочувствуется вот там искать это очень такое место серьезное с точки зрения бизнеса работы и так далее значит собственно и сан-франциско это тоже не только сан-франциско это еще и кремниевая долина то есть он достаточно как бы насыщенная работа и место поэтому я не знаю специфики того чем занимается жена чем она раньше занималась какое у нее базовое образование я вообще абсолютно лишен каких-то ли каких бы то ни было элементов для более тонкого проникновения в тему но это и то и другое место очень неплохие если говорить о работе прямо там более того при том что сан-франциско как бы действительно очень дорогой город он обошел по стоимости не то что нью-йорк там а манхэттен обошел по стоимости при этом надо отдать должное бостону это тоже далеко не дешевое место вот уж чего там чего там в бостоне нету так это дешевизны поэтому вам же тоже не обязательно жить прямо в городе если она учится в городе вы можете тут есть система таких электричек называется бард а бы или rapid transportation вот этот бард это сеть электричек вы можете поселиться на очень приличном расстоянии на очень приличном расстоянии от сан-франциско и этот самый бард вас доставит за 40 минут прямо в даунтаун выйдите там из из вагончика и все и в самом самом даунтауне сан-франциско ничего страшного то есть можно можно и так тоже по всякому можно давайте я камеру перевернул чтобы дождик посмотрели а чё только на меня-то господи значит следующий вопрос который там возникает это вот вопрос о том чтобы у нас учиться и потом визу поменять на какую-нибудь такую которая позволяет им значит ему работать супругу это уже вообще из области фантастики то есть я даже себе представить не могу во первых я не знаю чем он раньше занимался например если человек говорит я вот айтишник там или я там физик например нужно что-то такое что квалифицируется под там по профессии и ремейтед к этой профессии физик математик там пожалуйста но понимаете да даже если он квалифицируется с точки зрения образования нормально возникает вопрос а кто же его возьмет по рабочей визе ему сделает рабочую визу если он только-только новенький вот из школы вышел ему надо платить большие деньги поскольку ты снизу ограничен как наниматель вот снизу ограничен тем сколько можно платить ты не можешь уйти низко ты должен платить очень приличные деньги поэтому нет такого магического способа с визы супруга студента рестак и что разрешение на работу было ох как много бы народу этого хотела как много возможностей бы открылась как сильно поперла бы карта тем кто за столом понимаете но но нет такого нет такого однажды рассказывают я лично не присутствовал но рассказывают что александр македонский проходя мимо того места где жил архимед недалеко заехал чтобы выразить дань уважения да и вот значит и говорит ему ты знаешь как это архимедов я настолько вот увлечен тем что так вот самой возможностью перспективой я готов выделить три дня на то чтобы изучать математику вот можешь ли ты меня научить математике за три дня на что архимед развел руками в сторону и сказал ему с чисто греческим акцентом он сказал послушайте математики королевских путей нету понимаете гребне и греки так разговаривают и значит нету королевских путей вот то же самое я могу сказать про разрешение на работу что вот нету такого пути к сожалению сожалению нету вот поэтому значит откуда возьмется разрешение у супруга мы не знаем вот мы не знаем вообще как это все будет происходить может быть они как многие в наше время приедут с одной визой а потом окажутся там политическими беженцами каким-то тоже не знаю но но тоже им не заказано в общем-то это часто бывает но просто проще как ответ на вопрос а где у меня возьмется разрешение на работу ну например вот отсюда возьмет не знаю вот так что хорошо что супругу приняли учиться очень здорово что у них есть денежки на это так то есть я нигде не видел здесь проблемы что вот они там задыхаются без копейки там и так далее что вот не знают как же как выживать это большое дело пуш когда ты вот еще материально в стрессе в таком находишься то может быть еще сложнее становится все это и так далее то есть меньше степеней свободы поэтому я думаю вот так пока такие вот такие у нас дела такая история все ребят счастливо и безусловно значит нашим студентам и членам семей большой привет и пожелания успехов тем более сегодня у нас сегодня у нас пасовар еврейская пасха как как бы она оказалась бы относится только к евреям но это не совсем так потому что это такое библейское событие выход выход евреев из египта освобождение от рабства это праздник свободы это праздник освобождение от таков рабства и он как на самом деле я считаю что это праздник как бы важный и и для христиан в первую очередь из неевреев да и и наверное для мусульман я не знаю насколько ветхий завет там как-то вот отражен в исламе я знаю что магомет изучал иудаизм там там где он жил в аравии там там были евреи он жил среди них изучал иудаизм и христианство изучал хорошо знал и то и другое поэтому может быть там отражение нашла я просто совершенно не в курсе вот поэтому праздник свободы и вот в день освобождения от рабства в день свободы я хочу сказать что ребята обрели свободу потому что сегодня они ограничены визами квотами там еще чем-то но они хотят вот этой свобода они хотят больше степеней свободы давайте мы в праздник свободы пожелаем больше степеней свободы и и всем нам остальным тоже как бы в не меньшей степени счастливо